Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация у вас. Вы пишете, что изменили своему мужу. То есть вы начинаете своё письмо именно с этого, с того, что вы изменили своему мужу. Ни с чего-то другого вы начинаете письмо, а именно с этого. Почему вы начинаете с этого своё сообщение? Ведь можно предположить, что, допустим, если вы влюбились, например, ну, допустим, вы влюбились в другого, да, что, в принципе, нормально, и ничего в этом такого нет, а жизнь бывает. Вот. Если вы влюбились в другого, то соответственно, почему тогда вы начинаете свой вопрос именно с этого, того, что изменили мужа. Сказывается такое ощущение, что вы, может быть, чувствуете себя виноватой за то, что ему изменили, и, возможно, ваш парень другой, он это почувствовал, он почувствовал, что вы испытываете чувство вины. И именно потому, что он почувствовал, что вы ощущаете себя виноватой, вполне вероятно, и ушёл, потому что не хотел, может быть, стоять у истоков разрешения семьи. Может быть, конечно, здесь и другие причины есть, но тогда это точно бросается в глаза. По поводу того, возможно ли вернуть. Здесь, в первую очередь, хочется спросить, а для чего, зачем возвращать? То есть, вы в него влюбились, у вас к нему симпатия или что? Зачем его возвращать? Если ситуация такова, что вы хотите его вернуть, значит, с мужем вам явно, ну, некомфортно, получается. А если с мужем вам некомфортно, возникает вопрос, зачем вы тогда с ним? Ведь далеко не каждый человек захочет находиться в отношениях с несвободной женщиной, какой вы являетесь для парня. Ну, может быть, он почувствовал, что у него появляются к вам чувства какие-то, и просто-напросто не поверил, что вы можете уйти от своего мужа, и из-за этого он решил отдалиться и уйти. Может такое быть? Вполне. Ведь мы говорим о людях. И человеческий фактор может иметь место и значение где угодно. Поэтому, прежде всего, необходимо вам, для того, чтобы отношения были успешными, определиться с тем, чего хотите именно вы. и чего, для чего, и почему вы хотите того или иного. Предположим, что мужчина вам действительно очень понравился. Предположим, что вы готовы были быть его любовницей. Хорошо. Или предположим, готовы были сделать его своим любовником. Предположим, так. Но ведь есть еще и мужчина. А что, если он не хочет быть вашим любовником? Как быть тогда? Складывается такое ощущение, что вы, как будто бы, не очень уважаете его выбор. Он ушел, он решил, что эти отношения не для него, вы почему-то его выбор не принимаете. Причем, по характеру вашего сообщения, я могу сделать вывод, что вы в нем активно нуждаетесь. Ну, я имею ввиду, в мужчине в этом. Вот вам и вопрос. Почему вы так сильно нуждаетесь в нем? Почему вы так сильно нуждаетесь в этом мужчине? Ничего вам не хватает? Понимаете, в чем дело? По факту, вы выбрали для себя один из самых легких способов удовлетворения своих желаний. Я не говорю, что этот способ плохой. Я просто хочу сказать, что он легкий. Это один из самых легких способов. И если вы хотите быть счастливы в отношениях, то и выстраивать их гармоничными, то для начала нужно эту гармонию обрести самостоятельно. А гармонии самостоятельно у вас, к сожалению, пока нет, потому что вы с мужем, которого вы не очень любите. А вы с мужчиной были в отношениях, с которым у вас тоже не очень получилось хорошо все. То есть о гармонии говорить здесь, конечно, не приходится. И вот это является ключевой момент. Почему так? То есть нельзя выстроить гармоничное отношение, если внутри самого человека нет этой самой гармонии. Поэтому в этом аспекте, в этом смысле, я хотел бы, чтобы вы обязательно промыслили немножечко, подумали бы немножечко, и решили бы для себя все-таки что же вам таки нужно, что же вы хотите, чего же вам не хватает, и так далее. Вот. И самое главное, какие проблемы у вас с мужем, что вы решили ему изменить, и как вы относитесь к этой измене. Это все очень важные моменты. Вот. Ну и тогда, соответственно, тогда уже можно будет выработать некую четкую модель, линию поведения, которая и поможет вам продвигать ее по отношению к другим людям. Ну, в частности, вот даже к мужчине этому. И если вы ему обозначите четко, что хотите вы, что нужно вам, как вы видите человека, ну, вот этого мужчину, кто знает, может быть он и захочет быть с вами опять, но для этого ему нужно понимать, кто он, и какой место занимает вашей жизни. Если он этого понимать не будет, то, соответственно, никаких отношений не получится между вами. Вот. Надеюсь, что данный аспект вы понимаете. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok